Приветствую вас, уважаемые телезрители! Продолжаем знакомить вас с информацией о ходе карантинных мероприятий, а также информировать о заболеваемости коронавирусом в Подольске по состоянию на 29 апреля. Еще раз напоминаем, что продолжают активную работу социальные службы города, оказывающие максимальную помощь в условиях карантина одиноким пенсионерам, а также семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Горожане из данных категорий могут обратиться за помощью в Департамент социальной, семейной политики и охраны здоровья. Например, если у них нет возможности по объективным причинам самостоятельно покинуть квартиру, чтобы приобрести лекарства и продукты. Сотрудники социальных служб за средства заявителя приобретут необходимые товары и доставят жителю города домой. Учтите, что каждый ответственный за данную работу сотрудник имеет при себе удостоверение. Номер департамента 30034. Перед тем, как перейти к информации о заболеваемости коронавирусом в Подольске, хотел бы еще раз обратить ваше внимание на ситуацию с заболевшими медработниками районной больницы. Не городской, а именно районной. Мало того, что главный врач районной больницы в интервью одному из центральных каналов заявил, будто медперсонал его учреждения заболел из-за посещения общественных мест города, таким образом отрицая вероятность заболевания внутри больницы. Так еще в одной из городских групп в социальной сети Facebook выдвинули новую версию, чтобы оправдать главврача, отказывающегося признать свою вину. По этой версии, медработники из районной больницы заболели, потому что массово принимали пациентов из города в связи с закрытием на карантин городской больницы. А ничего, что городская больница закрыта на карантин с 21 апреля, а анализы у медработников районной больницы были взяты и направлены в Одессу 22 апреля. Они что, за сутки успели заразиться и пройти инкубационный период? Уважаемые зрители, вы только вдумайтесь, как сильно руководство больницы и люди, работающие на районной власти, пытаются очернить и спихнуть на город все свои беды и преступную халатность. Я вас уверяю, они будут делать это и дальше, чтобы скрыть свои недостатки. Видимо, они считают, что жители города поверят в ложь и дезинформацию. Я же уверен, что они ошибаются. Далее перейдем к теме заболеваемости. В Подольске по информации от Центра первичной медико-санитарной помощи по состоянию на 29 апреля число горожан, которые пребывают под особым наблюдением городских семейных врачей, составляет 178 человек. 142 из них являются контактными. 30 находятся на самоизоляции. 31 пациент с подтвержденным диагнозом проходит амбулаторное лечение, а также 13 человек с подозрением. Подольская городская больница по состоянию на 16.00 29 апреля сообщает о 13 новых подозрениях заболевания COVID-19. По информации Подольского межрайонного отдела лабораторных исследований, которое поступило вчера, всего в Подольске у 98 человек лабораторно установлено коронавирусную инфекцию COVID-19. По состоянию на первую половину 29 апреля новых подтвержденных случаев заболевания не было. Так что информация актуальна. Что касается заболеваемости коронавирусной инфекцией среди медицинских работников, данные отдел лабораторных исследований сообщает следующее. Подольская городская больница. За все время эпидемии 11 медработников заболели коронавирусом. Центр первичной медико-санитарной помощи 1 врач. Районная больница и их центр первичной медико-санитарной помощи всего 32 медицинских работника. Уважаемые жители Подольска, не устаю вас призывать к осторожности. Не покидайте дом без крайней необходимости. Соблюдайте правила личной гигиены. Тщательно мойте руки. Используйте дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Соблюдайте дистанцию и носите маску. Берегите своих родных и близких от вирусной угрозы. Это была вся актуальная информация на сегодняшний день. Крепкого вам здоровья и до новых встреч в эфире!